С 1 апреля по всей России вступает в силу федеральный закон о наливайках. Его уже одобрил президент. Проект позволит регионам страны самостоятельно вводить ограничения на продажу алкоголя в местах общепита, в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кроме того, региональные власти смогут регулировать часы торговли пивной продукции в этих точках. Не попадают под временные рамки только рестораны. Однако наши депутаты хотят дать такую привилегию и кафе. В стенах АКЗС месяц назад уже пытались продвинуть инициативу об увеличении времени торговли алкоголем с 21 до 23 часов. Поэтому я с январьской сессии снимал вопрос, потому что раз мы видели, что федеральный закон вот-вот будет принят, ну и как бы неоднозначная дискуссия была в отношении только одного времени розничной продажи в магазинах, будем говорить, то здесь мы будем регулировать розничную продажу в целом. То есть как в предприятиях общественного питания, так и в магазинах тоже. Комплексный проект рассмотрят уже на апрельской сессии. Сейчас все еще идет его внутрипартийное обсуждение. Главная задача – сбалансировать закон. Как утверждает уполномоченный по правам предпринимателей, основная проблема будет у маленьких точек. Они, скорее всего, переквалифицируются обратно в розничные магазины. Крупные сети проект едва ли заденет. Многие крупные сети, имеющие разветвленную сеть, они сами говорят, что мы не хотим связываться с жильцами и поэтому мы работаем до 23. Достаточно большой объем продаж, порядка 30% дневной выручки – это выручка с 21 до 23. Это статистически просчитано на определенных исследованиях, которые проводились в Алтайском крае. Медицинское сообщество по-прежнему не поддерживает возможность продления времени торговли алкоголем в Алтайском крае. Однако здесь не все так очевидно, ведь главная цель закона – снизить контрафакт. Хоть Алтайский край и занимает 41 место в рейтинге трезвости среди регионов, в учет не идет процент нелегальной продукции. За 2022 год количество случаев отравления алкоголем превысило среднероссийский уровень в 3,3 раза. Не подтверждается статистически то, что в тех регионах, в которых 23 часа ограничения, там больше употребления алкоголя, больше вообще заболеваемость или больше смертность или больше отравления. Зато, по данным Уполномоченного по правам предпринимателей, гарантирована прибавка к региональному бюджету. Насколько рассчитать трудно. Однако, к примеру, увеличение времени продажи алкоголя на час в Краснодарском крае принесло в казну субъекта более 2 миллиардов рублей. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.